То есть это как бы мой такой краткий ответ. Вот, коллеги, тогда мы переходим к нашей последней части, и я с удовольствием представляю слово коллективу исследователей, разработавших проект многофакторной оценки научных исследований в СПБГУ. Это было разработано четыре года назад. Каковы эффекты от этого проекта в том числе? Вот мы их послушаем. Пожалуйста. Александр Львович. И, допустим, для меня система измерений – это термин нейтральный, для кого-то это термин негативный. Ну, равно как и аутсайдер. Тут уважаемый коллега использовал это слово в своей письменной речи, имея в виду совершенно нечто нейтральное, но вот для меня бы со стороны это было бы оценочное. Это с одной стороны. И с другой стороны, прошу обратить внимание, отчет доступен, поэтому все в системе можно посмотреть. Какой вопрос задала Лада Владимировна I? В вашем отчете присутствует критика универсальности критериев эффективности как единственного способа оценки. Ну, разумеется, это просто подарок судьбы, что помимо математики и механического факультета я учился на социологическом факультете и помню лекции профессора Куропятника, который подчеркивал, насколько этнически разнообразна наша страна. В этом отношении примерно такое же разнообразие у нас и в университете по специальностям. Все совершенно разное. Если, допустим, у меня как информатика результат выражается в программе, которую можно зарегистрировать, но, правда, активно это никак у нас не учитывается в тех основных показателях, по которым нас принимают на работу или по которым аттестовывают, то, наверное, у философа совсем не распатентовский документ, самая важная вещь, а у геолога и не то, и не другое, а больше что-то третье. И нами в связи с этим предлагалась следующая процедура. Просто провести опрос по линии университет-факультет-кафедра или университет-факультет-отделение-кафедра, чтобы определить, какие критерии универсальны по университету, какие параметры универсальны по факультету, по отделению, по кафедре. Это так и не было реализовано, но, тем не менее, исходя просто из своей знания ситуации, мы рудименты какого-то такого подхода отразили в своем отчете. Здесь обращаю внимание, почему вот так вот еще пришлось очень тонко к этому подходить. Да мы еще и на полгода попросили продлить нам работу бесплатно, потому что это нужно было сделать аккуратно, потому что идея была ранжировать вообще весь профессорский преподавательский состав в одну линейку. Эта идея и остается по очень простым причинам, по-бухгалтерским. Соответственно, второй тезис, второй вопрос. Почти общепризнанно, что количественные показатели имеют проблемы в использовании. Ну, и, конечно же, имеют проблемы в использовании, и тут опять-таки у нас с Ладой Владимировной определенное расхождение. Конечно же, это далеко не антигенистические противоречия. Расхождение основывается на том, что мы-то свой отчет уже написали, сдали, защитили. А вот Ладе Владимировне еще исследование тянуть, там, наверное, какое-то количество лет, еще этот отчет писать, и... Да, хорошо бы. Вот, и, соответственно, я более цинично могу высказывать свою точку зрения. Я подозреваю, что все-таки то, что хотят измерить, неизмеримо. И рейтинги в лучшем случае могут претендовать на какую-то второстепенную роль, что-то там информируя или что-то там сжато представляя для лиц, которые принимают решения. Все заметно сложнее. То есть для меня все-таки то, что пытаются измерить, неизмеримо, и это ложный путь. Не знаю, Лада Владимировна до конца исследования подойдет к такому выводу, или вдруг докажет, что все-таки существуют рейтинги, которые столь хороши, что могут быть употреблены. Не знаю. Пока что мы рейтингами занимаемся, исходя просто из внешнего давления. Так, теперь, да, и количественное. Ну, видите, Лада Владимировна открытую позицию заняла и перечислила, что она имеет в виду под качественными, качественными количествами, под качественными. Да нет, ну почему же? Выразили на бумаге, и это уже какое-то измерение в формальную систему, высказывание. Ну, другое дело, что формальная система сильно отличается от чисел. Но, коллеги, давайте подумаем, ведь перед комиссиями стоит решение одного принять, остальных не принять, или тех, кто премировать, тех, кто не премировать, а кого премировать, проранжировать. Ну, и что, что будут написаны эти бумаги? Ну, может быть, в чем-то кому-то они и помогут, но во всем остальных смыслах наши лица, которые принимают решение, все постараются свести к порядковой шкале, а может быть, там и к более сложной, там, где складывать, вычитать, делить можно. Извините, что так элементарен, и не подняться до тех высот, которые предыдущие коллеги демонстрировали в своих высказываниях. Так, третий вопрос. На самом деле, мы говорили о том, что должна быть организована постоянная комиссия, которая занимается вот этим средством измерений или средствами измерений, которая оперативно могла бы или разумным образом могла бы учитывать изменяющийся наш мир, изменяющиеся требования и так далее, но этого, конечно, не было. Тем не менее, какие-то показатели мы с вами имеем. Автоматизированную систему, где мы сведения о публикации заносим, какие-то еще вещи, ну, весьма фрагментарно. Специально по просьбе Лады Владимировны я занялся вопросами, а вот действительно не обратили внимания. Ну, вот тут есть какой-то документ о стимулирующих надбавках, спущенных сверху на математико-механический факультет. Там какие-то критерии перечислены, и в каком-то смысле они совпадают с тем, что мы предлагали. Вопрос в том, на основе ли это нашего отчета было сделано, или коллеги нашли какой-то другой интеллектуальный ресурс, чтобы вот эту бумагу написать. Теперь, у меня еще время есть, да? Теперь, да-да-да, я же, понимаете, 12 провокационных вбросов заготовил, думаю, что полномасштабно будет, но нет. Соответственно, 12 провокационных вбросов не будет, но некоторые будут. Первые, уважаемые коллеги, обратите, пожалуйста, внимание, в какой ситуации мы как профессорский и преподавательский состав находимся. Поднимите, пожалуйста, руку те, кто уже получил и подписал свои педагогические поручения на следующий год. Педагогические поручения? Нагрузка. Нагрузка. Нагрузка на следующий год. Я составляю последний год. Один, да? Один. Уважаемые коллеги, ну о какой целенаправленной деятельности может идти речь? Я, извините, не знаю, как у философов, но я думаю, что у вас еще сложнее готовить курсы, чем по математике и информатике. У нас, если речь идет об информатике, все обновляется каждый год или чаще. По математике там есть, конечно, классические курсы, если вам повезло их читать, замечательно, но и все равно к ним надо готовиться. Но когда вы не имеете перед собой сейчас педагогическое поручение, то, в общем, вы непонятно, с чем пойдете в аудитории. И отсюда вопрос, ну и какие тут могут быть рейтинги? Какие тут могут быть рейтинги, на что мы должны ориентироваться? Мы в своей повседневной деятельности не имеем частные задачи, которые мы будем достигать. И это уже второй год так. Первый год в прошлом году, я даже не помню, за прошлый год подписывал поручение или нет, но в любом случае о какой-то такой форме педагогического поручения мы имели сведения где-то 27 декабря. На тот год, который течет, на тот учебный год, который течет. Татьяна Валентиновна, вы подписывали? Ну, в общем, да. Дальше другой провокационный вброс. Вот тут, хорошо, вот такая ситуация у нас. Теперь аттестация. Есть приказ, который Фурсенко на излете, так сказать, или на слете со своего кресла, извините, выпустил как приказ Министерство образования и науки приказ об аттестации. Там, на самом деле, очень интересная форма этого приказа. Перечислено, что человек должен представить на аттестацию. Но решение об аттестации принимает комиссия. И ни слова о том, что решение комиссии хоть как-то должно быть взаимоувязано с теми документами, которые человек представил, нет. Комиссия решит ровно то, что нужно. Поэтому, ну, разработаем мы рейтинги. Ну, может быть, даже докажем, что они вот отражают что-то, что-то полезное. Ну, и все. Все закончится на вот такого рода документах. О приказах, об аттестации, приказах о проведении конкурса, о выборах и так далее. Все равно на место сядет тот человек, который обладает нужными деловыми качествами. Но, как вы понимаете, нужные деловые качества – это такая неразделимая вещь и является отсылкой на очень длинный текст. Дальше, опять-таки, по поводу аттестации, по поводу педагогических поручений. Помните, наверное, скандал возник на факультете свободных искусств и наук. Там уважаемый коллега уехал на Запад на стажировку. А что он еще может делать, если от него требуют скопусовости и восовости? Он должен поддерживать контакты, он должен работать в определенной среде, он должен говорить на определенном языке и вести себя как определенные люди, чтобы у него получались эти публикации. Вы, наверное, ни один не подозреваете, что этот человек взял и на зло администрацию уехал. Он уехал, бросив студентов, бросив всех свои обязательства и так далее. Скорее всего, он имел какое-то представление о своем педагогическом поручении на осенний и весенний семестр. Из чего вдруг у него это педагогическое поручение поменялось так, что он должен был вернуться и читать какие-то лекции? Для меня большой вопрос. Но, видите, происходило в прошлом году, не исключено, что просто педагогического поручения не было. А в этой ситуации, конечно же, можно принимать какие угодно решения по поводу человека, который проходит конкурс, не проходит конкурс, все что угодно. Так, Татьяна Валентиновна, я понимаю, что заговорился. Ну и, наконец, по поводу всяких экспертных оцеток. У нас достаточно мощная система ВАКа. Была защищена диссертация по специальности 05-13-19, информационная безопасность, там больше текста, но главное информационная безопасность. Защищена, отправлена Минобранауки на повторное рассмотрение, и организация, которая повторно рассматривала, ничего не смогла сделать. Она была вынуждена под определенным давлением проголосовать, она не могла сопротивляться. Смотрите, что было защищено. Цитирую. «Информационные импульсы и точки их воздействия. Отдельно, как особо опасную угрозу, необходимо рассмотреть так называемые информационные импульсы и точки их воздействия. Ниже приведены перечень последствий импульсных воздействий и точки воздействия на теле человека, полученные экспериментальным путем. Около 30 пунктов, среди них следующие. Внедрение радиомыслей. Импульсы в лоб, над левой бровью. Сканирование мыслей. Импульсы, предположительно, в горло, справа, возле Адамова яблока. Сканирование визуальной информации. Импульсы, предположительно, в левый глаз. Уважаемые коллеги, когда мы рассуждаем о каком-то... Она была возвращена из Миноборнауки на повторное рассмотрение, организация не могла сопротивляться. Диссовет прошла, второй диссовет прошла. И, скорее всего, будет просто потому, что невозможно бороться с тем человеком, который является председателем диссерационного совета. Вместо того, чтобы продвигать науку, он там заслуженный, со всеми и так далее, вместо того, чтобы продвигать науку, он позволяет такие вещи. По одной простой причине. Его организация получила определенную форму поддержки. Я думаю, вы подозреваете, какую. В которой записаны определенные показатели, которые надо соблюсти. Ну, и вместо того, чтобы сказать, что нет, друзья, министры, не получится соблюсти эти показатели. Вот мы можем только ниже. Нет, вот, пожалуйста, происходят вот такие вещи. Это наиболее яркие, это, понимаете, общепонятные, скорее всего. Ну, может, найдется в аудитории представители паранауки, они скажут, чего это я тут такое рассказываю непонятное. Все же хорошо, в левый глаз. Да, ну, то есть в левый есть, есть в правый. Но, тем не менее, вот и вся экспертиза. Вот и вся экспертиза. Поэтому, коллеги, мы, конечно, да, по определенным причинам, Лада Владимировна тоже по определенным причинам вынуждена говорить, вынуждена говорить об этом серьезно и так далее. Но давайте не будем забывать об общем контексте, в котором мы существуем, и который накладывает вполне себе конкретные ограничения. Не надо думать, что это только в нашей стране так, и не надо думать, что академик Лысенко не имеет иных реинкарнаций. Уважаемые коллеги, спасибо большое за внимание. Если есть какие-то вопросы, вот, да, 10 минут на вопрос есть, а дальше мы хором должны сбежать. Я первый короткий вопрос, очень короткий вопрос задаю. А у этого представителя есть советы. А как с публикационной активностью? Ну, не так же хорошо. Я думаю, если мы оцениваем его количественными показателями, то, соответственно, мы допускаем последующее отсутствие качества. Вы знаете, раз он председатель совета, то у него с публикационной активностью все хорошо. Вот, соответственно, мы оцениваем только лишь формальные показатели, допускаем вот такую качественную экспертизу. А если бы его оценивали качественными, то, возможно, это не будет. Я не думаю все-таки, что там можно было бы к его публикациям придраться. Хотя всякое может быть, конечно. Это решение уже можно придираться. Это невозможно сделать в условиях нашей страны. Спасибо. Андрей, еще вопрос. Да, ну вот у меня вопрос с этим львым глазом. Какой вывод? Как бы, вот вы приходите к выводу, вот в каком отношении. Это означает, что, слава Богу, что существует ВАГ, и он стал тем, да? Если я правильно понял, он стал преградой для прохождения. Он не стал преградой для прохождения. Я к тому, что, вот, пожалуйста, система экспертной оценки, и там много текстов. Но отозвал кто? Какая институция? ВАГ? Нет. А кто? ВАГ вернул на повторное рассмотрение соответствующий департамент Министерства образования и науки. Вы, наверное, уважаемые коллеги, вы, наверное, не обратили внимания на кардинальные изменения революционные, супер-революционные, которые произошли в нашей стране. ВАГ это общественная организация. Вы должны это очень четко понимать. ВАГ это общественная организация, у этого есть свои последствия. И он при Министерстве образования и науки. Да, но это не часть. Он при... Нет, это общественная организация. Он не имеет силы той, да, принятия решения. Он имеет рекомендательную силу. Министерство. Но министерство означает, что, в общем, в данном... Я просто к чему? Хорошо, пусть это будет министерство. Это означает, что, собственно, это... Вот я так понимаю, что это своего рода дискредитация академического сообщества, которое выпускает такого рода диссертации, да? И вот когда вы... Мне так показалось, это опять же такой критический, да? Вот как вы взбрасываете, так и я сделаю. Вот когда вы говорите о том, что мы вообще-то занимаем позицию, что на самом деле мы не... Что это то, что мы хотим измерить, оно неизмеримо. Вот мне кажется, это такая академическая резиняция в глазах менеджеров, прежде всего. Они как бы говорят, ну, видите, они же сами ничего не могут сделать. Они не могут сами себя оценить. Они не могут даже консолидироваться, чтобы было сообществом. Поэтому это означает, что единственный путь, как сделать более эффективным, качественным, это вот внешний такой, да, менеджерский такой вот контроль и экспертиза. Внешне. Потому что внутри они сами сделать не смогут. Вот у меня такой вывод, да? Очень жалко, конечно, что у нас ограниченное время, потому что Артур Александрович не только информатик, но и действующий экономист, и действующий управленец. Мы могли бы от него много чего услышать, но вот времени очень мало. Вы знаете, говоря о том, что неизмеримо, я говорю о том, что инструмент, скорее всего, не будет давать то, что нужно. Это не означает, что нет других подходов нахождения консенсуса с той властью, которая у нас есть. Могу сказать, что мне все-таки приходилось в относительно высокие кабинеты ходить, и успех этих хождений зависел от того, насколько был подготовлен вопрос. Ну, некоторые приходилось широким коллективам, не только здесь присутствующим, готовить две недели. То есть на одну минуту разговора две недели подготовки. И тогда успех добивается. То есть, на самом деле, везде люди сидят, везде все хорошо понимают и так далее. Но не рейтинги служат аргументами. У меня, собственно говоря, вот какой вопрос. Вот вы задаете эти провокационные вопросы, приводите этот восхитительный пример. У нас есть, как бы, что в ответ вам сказать, не думайте. Вот, в смысле таких же сочных примеров. Но я вот только что хочу сказать. Я думаю, что никто из здесь присутствующих не надеется на то, что мы сейчас коллективными усилиями создадим некоторую совершенную идеальную систему. На самом деле, перед нами другая совсем задача. Перед нами задача сделать имеющуюся безобразную систему несколько менее безобразной. Вот, как бы, в эту сторону вы видите некоторые ресурсы? Что можно конкретно подкрутить, чтобы она стала менее безобразной? Ну, тогда мы возвращаемся к началу моего выступления. Если мы принимаем, что рейтинги существуют, вот как этот тезис, и исходим из него, то, да, вот это вот в первую очередь та процедура опросить, что является профессионально значимым на разных уровнях. Вот, ну и там серьезная работа по выравниванию, выстраиванию, ликвидации повторов и так далее. Техника, конечно, но это важная вещь. И дальше должна быть неизбежна, к сожалению, какая-то комиссия, которая мониторит этот вопрос. Если не будет некоторого сообщества людей, которые занимаются этим вопросом, все это все равно будет разваливаться, разваливаться и разваливаться. Но мне кажется, что возможно альтернативные пути, все-таки оправдание науки в глазах менеджеров, об этом стоит подумать. Теперь об улучшении ситуации. Я бы не только о консолидации ученых говорил, я бы говорил бы о солидарности ученых. Но если вот в университете есть выдающийся там математик, биолог и так далее, займись своими коллегами, они не тупые, они отобранные, пришли в университет. Можно побеспокоиться об их судьбе и поговорить с ними, выработать им какую-то индивидуальную траекторию. Пожалуйста, вот позитивное решение, которое можно сделать. Вопрос, будут ли высокие коллеги этим заниматься, плодить себе конкурентов в каком-то смысле. Да, вот такой ответ. Диалог, диалог, постоянный диалог. И не обязательно в этом диалоге аргументы, вот эти рейтинги. Ну, в смысле, презентация себя и своего возможного реального эффекта на общество. Да, да, да. Что мы говорили, начиная с темы. То есть вы все-таки в это верите? Нет, нет, как-то жить придется, как-то народ выживает. Я уже думаю, пути выживания существуют. А, Дмитрий Владимирович? Я думаю, вопрос, вот, старший диалог, вот, Андрей Владимирович, Владимирович, я понимаю, что Владимирович стоит на таких позициях, что вот то, что названо словами определенным образом, оно продолжает, как бы, отражать сущность этих слов. И поэтому, вот, например, возможно, там вот улучшение, налаживание и оптимизация. Вот, коллега, все-таки, мне кажется, у вас двойное дно, потому что вы, с одной стороны, создаете, делаете исследования, описываете какие-то системы, рейтинги, какие-то выводы о том, что возможно, невозможно. Другой стороны, все-таки, вот из-за ваших примеров провокационных вытекает, что вы не считаете, что то, что названо этими словами, действительно отражает то, что там под ними есть. Ну, вы знаете, если условием выбраться из жерновов является описание поверхностей Луны, то я бы и Луну описал, разумеется, наш коллектив тоже. Вот, не знаю, ну, надеюсь, что я понятно ответил, да. Руководителем этого проекта я стал случайно, должен был быть другой профессор, но у него удачно сложилось, что пришлось подавать два проекта, а в тот год два проекта нельзя было подавать. Вот, ну, вот так. Соответственно, работу пришлось выполнить, выполнить в соответствии с ожиданиями наших уважаемых высоких коллег местных, локальных святых. Соответственно, ну, видите, на полгода пришлось задержать, чтобы остаться ученым, чтобы остаться честным, чтобы не было экстремистских точек зрения, чтобы не было продавлено неправильной позиции и так далее. Это сложная, это была очень сложная работа, потому что, если вы почитаете дискуссии, к нам относились очень резко, очень резко. Ну, среди всего прочего говорилось, а почему нельзя оставить 5-6 показателей? Ну, по одной простой причине, дорогой физик, допустим, что у тебя 5-6 этих показателей, а на кафедре, допустим, философской антропологии, может быть, и другие показатели. — То есть, вот я так понимаю, что просто вы начали, Владимир Владимирович, в начале проекта, а вы в конце. Этим объясняется, даже уже завершили, этим объясняется различие от этих стартовых позиций. — Я думаю, что Андрей Львович тоже верит, но просто он как скрывает. А философам не положено скрывать историю. Александр Львович, а у меня вот такой вот вопрос к вам. Вы бы хотели и вы бы присоединились к действиям по продавливанию реализации вашего проекта? — Актуализация. Исследование. Актуализация исследования. Ну, то есть, как бы, собственно, к тому возможному диалогу с администрацией, который может... — Некоторых аспектов. С администрацией надо вести диалог. Диалог, если правильно подготовлен, приводит правильный результат. — То есть вы бы присоединились к нему? — С оговоркой, что если диалог правильно подготовлен. — То есть вы бы согласились готовить этот диалог, участвовать? — А это ресурсы, да. Попробуйте и из своей жизни вырвать две недели. — Так вы аккуратно. Я хотела вас поймать на слове. — Чтобы мы готовили вместе диалог с администрацией. — Мы подумаем про ресурсы. — Спасибо. Кто-то еще хотел... Да, Андрей Владимирович. — Тем короткий вопрос. Во сколько процентов вы оцениваете возможность реализации вашего исследования на практике? — Понимаете, вот тут есть возможность и вероятность, да? Возможность 100%? Ну, что там такого? Ну, может быть, три года займет, может быть, два года, может быть, один год займет формирование перечня показателей, которые надо первично измерить, процедуры и так далее. — Это обозримо. Много очень, но обозримо. Татьяна Валентиновна мне намекнула, что у нас там за 300, что ли? Что-то много. И это еще только начало. Вот. То есть, возможность 100%. А вот вероятность... — Нет, я думаю, что на нашу работу никто, кто может дать отмашку, возьмите, реализуйте, не обратит внимания. Соответственно, не больше 5%. — Ну, это если специально не готовится диалог. Я так понимаю. — Вы понимаете, Лада Владимировна? — То есть можно просто несколько... Я прошу прощения. Можно просто несколько аспектов. Вот, например, этот аспект продавить, вот, собственно, опрос, да, результаты которого будут открыты. — То есть, ну, задать, дать задание различным группам на факультетах и направлениях науки, подготовить собственные критерии оценки — это вполне реальная вещь. — Ну, конечно, изнасиловать-то, конечно, научно-приводовательский состав — это без вопроса, да. — Лада Владимировна, Ваша позиция еще более провокационна. Потому что под словом «диалог» Вы опять подозреваете что-то не то, что есть на самом деле. — Да-да-да. — И призываете к неизвестно к чему, корренно говоря. — Я же сказала сначала про перевод языков. То есть, конечно, диалог, но изначально мы учитываем, что мы говорим на разных языках, и в этом смысле мы озаботились переводом, естественно. — Вот есть психолог же в коллективе, в этом смысле можно работать вместе с теми, кто занимается переводом на язык администрации. — Вы понимаете, Владимир Владимировна, можно я отвечу? Мне, когда возникнет вопрос о том, чтобы организовать диалог, Артур Александрович задаст сразу вопрос, а где деньги? Где мои деньги? — Да, я не в правильной позиции. У нас вроде как деньги есть, да, они небольшие, но тем не менее есть это РГНФ. Но, честно говоря, я думаю, что я бы этим занималась и без денег. Ну, потому что это касается вообще моего положения, моего статуса в университете, на факультете. — Можно я как психолог чуть-чуть вступлю и скажу? Вы знаете, вот это ещё одна наша особенность научного сообщества. Не так давно была разработана новая концепция мотивации, где пять основных типов работников по мотивам. И там есть такой тип, как профессиональный тип. Вот мы с вами относимся к профессиональному типу, про который менеджеры пишут. Главное — подчёркивать профессионализм. Платить можно ниже среднего. — То есть в этом смысле никому не надо говорить, что мы работали. А вот у Михаила был вопрос, а потом ты. — Можно я попрошу представить себе гипотетическую ситуацию? Вы вот всей группой возглавили маленький региональный университет. Значит, ну, как полагается, причём получили большое финансирование, чтобы сделать его национальным исследовательским университетом в течение, скажем, трёх лет. А там, это неплохой университет, но, понятно, родственники работают, сильно пьющий коллектив, пенсионеры, две трети. В общем, всё, что можно себе представить. Профессора, доцент становятся профессорами после того, как умирают предыдущие, профессора, ассистенты, доцентами соответствующие, вот когда это происходит, дальше движутся. А у аспирантов вообще никаких шансов. Будете ли вы применять свою систему в этой ситуации? Будете ли вы применять какую-нибудь другую, нормальную, межреальную ситуацию, когда, в общем, ну, часть работы любого академического менеджера — это сбрасывать людей, которые выгорели с корабля. От этого ничего нельзя сделать, кроме как согласиться с тем, что все уйдут на пенсию вот всем корпусом и там весь их достанутся. Как? Как? Во-первых, вы сказали вообразить гипотетическую ситуацию. Гипотетического в этой ситуации что? Что мы стали руководителями? Да, потому что университет есть. Университетов много. Это первый вопрос. Хорошо, я поняла, что гипотетический. Второй вопрос. А цель-то наша какова? Национальный исследовательский университет через пять лет. Чтобы нас признали национальным исследовательским университетом? Хорошо, чтобы когда вы его оставили, вы могли им гордиться. Это разные вещи. Не, ну, хороший выявляется вот этот последний критерий. Я снял тогда про национальный исследовательский. Гордиться. Смотрите, тут очень важно. Вы сейчас нам задаете внешние критерии или вы нам задаете наши внутренние критерии? Это разные вещи. Внутренние. Если внутренние, то мы очень много сделали для того, чтобы вот эти внутренние критерии, систему оценки внутренних критериев разработать. И в этом случае мы бы ориентировались на то, что нами уже наработано. Но вот если внешние критерии, то это совершенно другая ситуация. Так если по внутреннему, вы бы все-таки разгоняли или пытались бы... Вот я так поняла вопрос, правильно, да? Даже не разгоняли бы. Это, видимо, неизбежно, Лада. Я так резко скажу. Мне кажется, что вы недоучитываете роль... Во-первых, мы представляем менеджеров и академических людей. Очень часто это одни и те же люди. И как только вы возглавите факультет, вы придумываете формальные критерии, чтобы сбрасывать баланс за борт. Вот невозможно этого не сделать, извините. Ну, то есть вы можете сказать, что вы авторитарный декан, и ты мне не нравишься, я тебя уволил. Но я не уверен, что демократическое чувство и чувство безопасности позволят. То есть хотите придумать? Да, да, да. Я хочу сказать, что у нас почему-то все время крайности такие. Мы в одну или в другую. Если мы приступаем к работе, давайте не забывать, что у нас есть процесс, у нас есть деятельность, у нас есть пример других людей, которые оказывают влияние. Не секрет, что мы ориентируемся все-таки, мы ориентируемся на то, что происходит вокруг. И мы смотрим, что происходит вокруг. И то, что происходит вокруг, оказывает на нас воздействие. И если я начинаю менять внутреннюю ситуацию, то это оказывает влияние на работников. То есть вот тут вот так категорично говорить очень сложно. Буду ли я увольнять, а я буду смотреть, что происходит. Да, если у меня есть на это возможности. Опять же, мы ее... Можно я чуть-чуть завершу. Вы понимаете, в чем дело? На самом деле, такого рода вопросы мы внутри коллектива обсуждали. К сожалению, тот коллега, который прорабатывал этот вопрос и... В общем, достаточно систематично проработал, он отсутствует. То есть ответы на ваш вопрос есть. Там сомнения по сроку. Не факт, что пять лет, но в какой-то обозримый срок что-то улучшить можно, причем заметно. И возвращаясь к внешнему, чтобы сделать НИО, это работа не с коллективом. Это работа совсем с другими людьми. Спасибо. Еще два, если вы позволите, как минимум два коротких вопроса. Женя, потом... Совсем темное место. Не станете отвечать, так не станете. Но вообще непонятно. Вот вы говорите, что для того, чтобы подготовиться к диалогу, нужно по крайней мере две недели. А что вы эти две недели будете делать? Ну, нет, вы просто вообще не... Да, значит, к некоторым беседам и больше приходится готовиться, к некоторым, разумеется, меньше. Идентификация того, на основе чего действует то высокое лицо, к которому мы обращаемся. Что ему важно. Дальше. Идентификация того, на что можно подействовать легальными методами, разумеется. Дальше идентификация того, как на вот эту систему координат положить то движение, которое мы хотим достичь. Дальше. Там идет уже очень тонкая проработка всяких вещей. На какие компромиссы соглашаться, какое движение существенное, чем готовы пожертвовать. Ну, в общем... Ну, в общем, да. Можно быстрее от этого презентации, которую вы цитирули, явно же в помощь. Куда там надо... Да, 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 в правый глаз, конечно. Конечно же. И еще вопрос зависит только на микрофон, пожалуйста. Действительно, вот с вопроса Евгения Витальевича, мне кажется, хорошо бы хоть чуть-чуть этому удивить внимание, да, и как бы отличиться от ученых, которые здесь присутствуют. Да, и я бы все-таки сконцентрировался на том, что помимо возможностей и вероятности, которые были озвучены, да, не стоит редуцировать случайность, которая, собственно, иногда на диву людям, как говорится, две недели превращает в более короткий срок. За счет гетерогенности речи собеседника и не... Вот, собственно, вопрос о случайности. И второй вопрос о надежде. Собственно, надежде я... Тут недавно случайно подумалось мне, что первая часть нового органона Фрэнсиса Бекона куда важнее, чем вторая. Потому что там он говорит, что все, что губит науки, это потеря надежды. Вот, и в этом смысле вопрос о том, что как бы как бы поступить с надеждой. И в этом смысле я бы хотел, чтобы горизонт ответа на эти вопросы был бы примерно такой же, чтобы относительно этих вопросов была выверена траектория, на какие компромиссы с ними соглашаться, на что относительно них не соглашаться, на сколько рассчитывать на случайность, на сколько все-таки не стоит. Вот во всех тех темах, которые поднимал, на случайность рассчитывать нельзя. То есть, если вы идете куда-то, там чего-то добиваться, то, в общем, не стоит это делать на ось, сплошные разочарования и нелюбовь к менеджерам на всю жизнь. Теперь насчет надежды. Ну, в смысле, так хочется заниматься наукой. И, в общем, всю жизнь к этому готовился. Ну, у кого-то там 5 лет, у кого-то там уже 25 лет. Надежда, разумеется, есть. Она просто может принимать самые различные воплощения в университете, вне университета, вне страны, на другой должности в качестве хобби и так далее. Но только так. Ответ только такой. Вы понимаете, сегодня вот вы работаете, а завтра, ну, не завтра, там, в течение двух месяцев вас аттестуют. И все. Чуть-чуть по поводу надежды. Вы знаете, как человек оптимистичный, я пытаюсь найти положительные моменты в том, что происходит. И какое бы событие ни произошло, я понимаю, это хорошо. Потому что это развивает креативность, терпеливость, нестандартное мышление. И вот когда мы вот так будем подходить ко всему, что происходит в стране, все будет хорошо. И надежда никуда не денется. Она так и останется. Наши коллеги-менеджеры все-таки тоже люди. Я просто хотела, ну, у меня была форма вопроса, надо ли увольнять. Насчет избавления от балласта. Вы знаете, я вот, когда речь идет о больших коллективах, где делается какое-то дело, вот недооценка того, что бездельник и дурак – это тоже национальное достояние, может плохо кончиться. Потому что, как Некрасов писал, чтобы одного возвеличить судьба, тысяча слабых уносит. И наличие вот балласта – это такая же вот, как пол. Понимаете, вот нужен и все. Уважаемые коллеги, ну, хорошо. Потому что иначе будет перераспределение. Вы отрежете ранговый хвост распределения, а у вас он опять опустится, и у вас будет появиться новый балласт. Это 100%. Так называемый закон ЦИПФА. Да, да, да. Это 100%. Хорошо, раз мы заговорили о балласте, две минуты еще, ладно? Что значит балласт? Вот если мы сейчас возьмем единственный критерий, который мы строго должны соблюсти, это скопсовые и боссовые публикации, причем еще после принятия на работу не менее одной в год, не в среднем за пять лет по одной в год, а по одной в год обязательно. То есть это еще отдельная математическая модель, и мы по ней опубликуемся и поерничаем, разумеется. Но, коллеги, во-первых, мы все-таки с вами не только ученые, но и педагоги. Правда, тут пошли речи о том, что ландшафт образовательный меняется. Ну, в том смысле, что сиди на периферии воспроизводящие устройства, и вот, пожалуйста, транслируем изображение со звуком в аудитории, сидя студенты, неизвестно, чем занимаются. Ну, да, в этом отношении ландшафт меняется, конечно. Но, на самом деле, культура антропологи, да и философы здесь присутствующие, прекрасно понимают, что тут пропадает, что тут пропадает при таких вещах. Значит, балласт, а балласт ли, да? А может, он педагог, а может, он единственный, кто может определенную теорию изложить так, чтобы доступно и поколениями дальше использоваться и так далее. То есть, сразу же встанет вопрос о том, а кто балласт. Есть, конечно, совершенно отвратительные коллеги, от которых надо избавляться, но мне кажется, что это все-таки совсем-совсем единица, да? Да, да, да. Она очень важна. И дальше, наш упор на порождение нового знания, вот это скопус описания. Еще один коллега не пришел, потому что у него острый приступ скопус описания, и в этом состоянии, конечно, покидать дом нельзя. Ну, смешно. Мы ведь не только новые знания должны порождать, мы должны хранить старое, мы должны передавать межпоколениями это знание, мы должны транслировать это знание в другие дисциплины научные, и вообще во внешний мир все это время, все это задачи и все так далее. Ну, представьте себе, вот мы только порождаем новое знание. Ну, дойдем до того, что книги, написанные по определенным дисциплинам, будут восприниматься как письмена майя. Камни с письминами есть, а прочитать никто не может. Ну, тут уже коллега сказал про физиков, что понимание утрачено на того, что происходит. То есть это очень опасная тенденция, опираться на это несчастное порождение нового знания. Оно должно быть разумное. Не должно быть ноль, но и не должно быть 100%, конечно же. Да, да, в этом отношении, конечно, вопрос с целеполаганием, и все эти наши рейтинги должны правильно, и цель должна правильно ставиться, и рейтинги правильно должны коррелировать, если мы соглашаемся на их существование. Все, коллеги, я прошу прощения, но весь наш коллектив должен бежать на акт экспертизы. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, у меня к вам вопрос. То есть мы закончили наше основное обсуждение, и, конечно, я надеюсь, что многие еще хотят высказаться, и я знаю, что многие еще хотят высказаться. Будем ли мы сделать небольшой очень перерыв, буквально минут на 10, чтобы сходить, там кто-то возьмет кофе, кто-то вернется, и начнем дальше. Или вы хотите... Мы делаем перерыв на 10 минут. Да. Нет, я полагаю, что если кто-то не хочет продолжать дискуссию, если кто-то совсем устал, да, ну... Да, да, но я думаю, что есть... Если есть у кого-то... Мне, например, интересно послушать того, кто еще не говорил, у кого есть что сказать. Более того, я предполагаю это все зафиксировать, потому что я собираюсь сделать все-таки некоторую выжимку из того, что мы говорили, что мы обсуждали, для того, чтобы продвигать это дальше. Даже без двухнедельной подготовки. Итак, мы делаем перерыв на 10 минут все-таки. Да, коллеги? Все, только, пожалуйста, давайте 10 минут, да, не больше. И мы начинаем. Я думаю, что у нас были спецназы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.